очень крутые паки дали не знаю какой купителю вот этот печать по агрео но если покупать такие паки то нужно 2 брать паков то что ну вот этот пак очень вкусный как бы 365 к ордена славы знаков поручения кристаллов улучшенного кристалла и реликвия энергии это типа знаменование года 365 дней опа полтора миллиона них благословение сахи добавили получается при достижении 70 81 82 до 79 уровня дают и такие камушки которые можно добавить коллекции так паурио добавили просто так до добавили 120 алмазов стоит но если покупать тот этот пак конечно 30 паурио с точил очками так вот видим кольцо хранителям и сундук на праздник один год и винт очень крутой сундук кольцо видим дает две защиты две точности также его можно добавить в коллекцию увеличение накопления энергии плюс 1 процент вечная коллекция и вот это самый вкусный сундучок если вы хотите начинать играть то начинайте сейчас с 30 уровня вот дают и такой сундучок которым будет карта агатиона от редкого до героического возможность и карта на выбор от редкого до героического вот там мага если вы хотите начать за арбу очень круто благословенная святая вода инхасад к раз баночку такую дают если вы начинаете играть и также на восьмой день игры дают вот такую баночку тоже благословенная святая вода инхасад короче если вы измете с 30 уровня вот такие вот баночки то вы но я думаю 50 уровень возьмете моментально также дают свиток сброса очень круто сундучки со снаряжением это его можно как добавить коллекцию так она пропадет 25 0 1 для начала для начинающего игрока если вы хотите начинать играть линейдж 2 мобайл пришло это время так как я не начинающий игрок я добавляю это в коллекцию которая закончится 25 0 1 временная коллекция с вещами весь урон макс хп круто также вот такие вот дают карты которых меня не получилось ни одной красной достать как бы ни одного красного агатиона вот я думаю взять наверное возьму арбу потому что повторка мне нафиг не нужна арба я думаю редкая арба должна позакрывать какие-то коллекции вот примеру вот урон от обычных атак плюс один видим если мне попадется такая урбочка симпатная также добр он в пве снижение урона от обычных атак тут на зеленая урбочка ну вот этот если попадется плюс точность очень круто то что если выбрать другие коллекции от примеру почему начинать играть потому что редкие карты некоторые есть вот примеру с редкого до героического может выпасть вот такой примеру рыцарь вот такой вот глад с двумя пробудами то же самое у меня есть вот такой вот он он с тремя пробудами он практически ничем не отличается потому что у него нет пробуды на мистический щит а так у него три пробуды редкие это очень круто и это топовый орб синий после него только красная карта идет вы выбираете на какой класс хотите идти вот в этом прикол вам может попасться карта которая как бы вам дастся на сороковом уровне при прохождении квеста но у вас есть шанс получить какую-то от редкой до героической карты от примеру я возьму арба потому что я уверен я закрою по любому какую-то колу при помощи этой карты повторка как бы мне не сыграет но синяя карта так и смотрим урон от обычных атак очень круто и из 6 аккаунтов мне попались две карты с тремя пробудами две карты увеличенные получаются две карты есть вот карту дают на 40 есть еще карта она аналогично то что дает на 40 только у неё на 5 процентов больше скорость атаки и скорость магии вот мне вот такие две карты попались и вот как мы видим две карты мне обычные попались с одной пробудой 30 процентные вот как арбышечка если вы будете качать арбу то на 40 уровне вам дадут такую симпотную гномшу если хотите начинать играть начинайте именно сеть вот видим нам такие бонусы дают фестиваль первого года ежедневный бонус стока адены то есть за 27 дней получите 2 миллиона 700 тысяч аден не дают они печать пагрио я куплю за 120 алмазов в этой ежедневной награде чего-то такого сверх крутого карты класса ну конечно ордена и знаки конечно хотелось пагрио вот это одно и такое не знаю если бы этот был сезонный пропуск именно на карты класса то что как бы они что-то на агатионов дали можно они агатионов добавили то по-любому добавили но это дальше мы будем разбирать и смотреть а так сейчас давайте ежедневный бонус первый бонус который вам дают это золотой билет восстановления доступен на уровнях 45 и выше позволяет восстановить одно оружие исчезнувшие после неудачной попытки модификации но когда вы восстанавливаете оружие оно становится привязанным если такие-то красные топовые дуалы которые вы сломали до 22 ноября то это круто конечно вы их восстановите будете с ними бегать и больше их точить не будет пока у вас не появится что-то круче самая большая ошибка это когда вы начинаете точить то чем вы бегаете если у вас примеру нет замены лучше того чем вы бегаете вы начинаете это точить и думаете о том как забить на эту игру и да это когда вы восстанавливаете предмет он привязанный вот примеру у меня я только точил неудачно синие предметы то что красные как бы для фри игрока то я использовал этот билет для того чтобы восстановить синий орб и добавить его в коллекцию можно по-разному конечно пользоваться этим билетом но если у вас нечего восстанавливать вы можете создать рецепт редкого создания оружия вот такой вот билетик так дальше у нас карта агатиона и карта класса по 11 раз позволяет получить следующие предметы серьга дракона земли 1 штука и свитки модификации к ней очень круто кристалл души 11 раз зелье развития сундук со свитками энергии книги снаряжение потом у нас идет золотой билет леи восстановление снаряжения я думаю аналогичная ситуация то что золотой билет леи восстановление с оружием дальше у нас 500 кристаллов очень 5000 сосок вкусненько серьга дракона огня потом карта класса высокого качества 11 раз зелье развития опять сундучки и тут у нас золотой билет леи восстановление украшения это у нас получается доспеха был а это на украшение сундук с пособием высокого качества на выбор браслет берсерка за точками карта агатиона высокого качества 11 раз золотой билет леи агатион 45 уровня также как все карты то есть если у вас был трай синтез героический или легендарный вы сможете его повторить по зеленые карты по 6 раз очень круто ей также ага зеленый от улучшенного до героического очень круто финальная награда на дает повторный синтез на легендарный или героический если у вас не было примеру героического но я не говорю уже за легендарный то вы можете с этого билета также как и агатиона вот агатион или какая-то синяя карта может попасться который у вас нет тоже круто так об нытье нытье давай нытье почитаю немножко нытье ждали купон на смену класса а в итоге пососали сраты и пол и так тяжело получить а уж на свой класс так вообще а админы говорят меняйте за 17000 нет спасибо три игроки ждали купон но теперь понятно что ждать тут нечего ладно играйте сами в это уважаемые игроки предлагаем вашему вниманию экальный контент в честь годовщины вы сможете обмазаться им по уши поблагодарим администрацию за предоставленную возможность разочароваться в линейдж 2 м еще раз и будем ждать платного контента в этом замечательном play to win проекте к новому году погрузимся же в новый контент вы даже на годовщину зажали для игроков тиджей купон да да петухи жадные чего не возникают опачки вот это я понимаю прикольно бонусная монета мастерства падает теперь это круто очень что мы видим сезоном пропуске ты давайте по премиуму сначала но это сезонный пропуск опачки смотрите теперь за прохождение там уничтожение мирового босса 300 кристаллов за задание дают а тут у нас опачки победа над боссом группового подземелья тут такое у нас зелье развития цветки модификации опа уничтожение босса зарыч то получается позволяет получить случайный предмет из списка да предмет из списка я уже размечтался думал это все дадут закатайку поууууууу Также энергия опять же подарочек магический пергамент и карты класса Агатиона случайно выпадет дальше у нас опять энергия и зелье развития и свитки модификации 5 штучек и перед финальной наградой у нас магический пергамент и карты Агатиона, карты класса рандомно. Финальная награда у нас карта улучшенного класса 6 раз, тоже неплохо. От улучшенного до героического. Круто. Так, теперь обычная, вот дают вот такой вот, которая дает вам очень много опыта. Мне на 70 целый процент, вот эта фляжечка дала. Вот 41 на 48 я знаю точно, 7 левелов где-то. Сундук с провисией, потом сундук со свиточками, 5000 ордена славы, потом знаки поручения, 5000 опять сундук с провисией, сундук со свитками, ордена славы 5000. Это у нас получается чистый эликсир, кристалл души 6 раз, опять с провисией, опять свитки, уже 10 тысяч ордена славы, чистый эликсир, улучшенный кристалл, сундук с провисией наследника, 10 тысяч ордена славы, ну и финальная награда, 6 карт, от улучшенного до героического. В городах будет стоять такая статуя, которой вы берете баф, весь урон плюс 1, физзащита плюс 1, снижение урона плюс 1 на 4 часа. Так, следующий ивент, энергия и развитие первой годовщины, альянс грации и альянс развития. Пополнение энергии НХСАД при помощи кубков 100%, и также получаемый опыт увеличен на 20%, бафы будут действовать до 14 декабря. Так, я понял, короче, что мне дает увеличение накопления энергии в 25%, я думаю, из-за того, что оно суммируется с вашими пассивками, которые вы изучали, я так понимаю, альянс грации повышает накопление на 100%, но почему-то на 25%. Тоже такое на ебалово. Может, давайте почитаем. В период проведения ивента применяется положительный эффект, который увеличивает пополнение энергии НХСАД на 100%. Но тут не указано, что оно суммируется с чем-то там, почему это не указать, я не понимаю. Действие эффекта при использовании реликвии энергии, в том числе с пометкой привязка ивент, происходит пополнение энергии НХСАД на 200%. Альянс грации не применяется к энергии НХСАД, полученной по почте. Расписание ивента, накопление энергии могут меняться в зависимости от обстоятельств. Очень классно. подарки на праздник первой годовщины. В 12 часов по почте будет отправляться подарок. Энергия НХСАД 1000 единиц. Кристалл 100 штук. Сундук с провизией наследника 1 штук. Руда духов 100 штук. Перейдем к обновлениям. Добавлена система автоматического назначения главы клана. Добавлена система, которая автоматически начинает передачу прав главы клана, если глава давно не был в сети. В начале автоматического назначения главы определяется кандидат на его пост. В начале автоматического назначения главы есть определенный промежуток времени. Если глава клана зайдет в игру в этот промежуток, то автоматическое назначение главы отменяется. Периода назначения кандидата Нельзя выгнать из клана Прекращается если кандидат Покидает клан Добавлены новые классы С арбалетом Так, легендарный класс Момо Сирин Триш Героический Бергис Никс Прикольное крыло такое сзади Хелла Такая феечка Редкие классы Великий золотой искатель Охотник лунной тени Лада Какой-то рух у него тут Коля Так, благословенный охотник лунной тени Королевский золотоискатель Также улучшенный класс Вот такой горняк охотник Горняк охотник ветеран Каменный стрелок гномов Так, добавлены коллекции новых классов Тоже очень много всяких Физзащит, точности Допурон, крит атаки Весерон, МДР Добавлены новые арбалеты Добавлены новые коллекции предметов с арбалетами Точность, весерон Как бы там есть легкие коллекции Которые можно позакрывать Добавлены новые умения Класса на арбалет Добавлен один редкий агатион Вот такой вот добавили редкий агатион Который, если его получить Сопротивление урона от оружия Уклонение в дальнем бою Макс хп Вместе с хранителем портала Если у вас есть хранитель портала Вы получите плюс 2 урона Вот добавлены коллекции агатионов Добавлено новое снаряжение Добавлены коллекции предметов Ну судя по тому, что где-то 120 новых коллекций добавили Добавлена система освещения При помощи свиткового освещения Можно добавить свойства умений Оружию героического ранга и выше Ну это РБ, я так понял И чё это? Обычные монстры? А, обычные А вот босс Ничего себе тут, конечно, вещи падают Угу, свиток освещения оружия Молния Сайхи Информация о видах священных предметов О создании освященных предметов Свиток освещения оружия Можно создавать Так освещение оружия Добавлены награды за определенные уровни Опыта для персонажей 70 уровня и выше Информация о характеристиках Покровительства Битвы и милости Восстановления Короче, я не знаю, что это такое Если вы знаете, напишите Это свиток, да? Это будет свиток Перезарядка 1 час Это какие-то свитки, которые дают бафы Новый компонент Остров Древних Для входа нужен 70 уровень 200 тысяч адены Дается 14 часов в неделю Сброс каждую среду в 5 часов Появляется в субботу босс 22.00 За победу над монстрами на Острове Древних Можно получить древнемагические фрагменты Из которых можно создать Древнемагические камни Древнемагические камни Можно добавить в коллекции Сопротивление умений плюс 3 Сопротивление урона от оружия Весь урон Точность ПВП плюс 2 Добавлены 5 новых Кристаллов души И связанные с ними коллекции Чтобы использовать запретное снаряжение Необходимо применить свиток снятия печати Меч династии Запечатанные вещи Свиток снятия печати Кровавый камень безумия одна штука Создание с определенной вероятностью При неудаче вы получаете Привязанный запретный предмет В качестве материала Во время охоты на острове Можно получить свиток пробуждения Который открывает доступ Редким и героическим предметам Можно использовать часы башни дерзости В качестве материала Для создания часов острова древних Книги об истории королевства Аден Обновлены коллекции О, вот это я понимаю Вот это нужно Сейчас же сразу же сделать Создать 4 книги нужно Дайте игрокам DJ купон Плак-плак 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 Плак-плак Так, давайте посмотрим теперь остров Так, отправимся на остров Посмотрим, что это за остров такое я уверен что у меня там сейчас будут трахать мобы вау прикольно восток леса древних так по идее через 10 минут должен открыться трансфер южные ядовитые болота торговец гильдии бронзового ключа тут уже чпок и чмок бегает опачки ага а вот эти можно брать вот это прикольно слушайте благословенная святая вода энхлассат фрагменты ключа вот это камень души макуса макуса прикольно слушайте очень прикольно получается ежедневно вы можете брать по 200 вот таких вот фрагментов так а на руну сколько на 20 процентов сколько на руну нужно от примеру мне на руночку 400 вот таких камушков 400 вот таких камушков нужно вот этот остров вот такие вот камушки древняя эссенция выпадает и у нпс мы покупаем разные прикольные предметы очень вкусно я бы сказал вот это что это такое камень правоценный камень внутри которого находится душа макуса давай мы пойдем вот цвет светлый это наверно синенький западные руины я не знаю по цветам как тут я по ним не попадаю он давай музычку послушаем тут я по ним не попадаю они меня сейчас просто убьют просто посмотрю сколько хоть опыта за не дадут ну умри пожалуйста я понял цвет не отвечает силе монстров возьмем баф и посмотрим вот красненькую пошли пойдем в красненькую давай одного моба одного одного моба позовем так позвали одного моба о по нему попадаем короче мне тут нечего я так понял ловить вообще я все порталы попробуем я уверен где-то должны быть монстры которых я осилю но я не попадаю просто не попадаю по нему стан стан очень весело не 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 тп 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 пожалуйста у меня просто под станом держит я не улечу так тут я не был я уже не помню а нет 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 пошел вон шли года он осознавал что ему нужно отсюда улетать но он хотел увидеть сколько же опыта упадет с одного моба так как мини рб какой-то честно 5 евгений к меня преследуют и так больше нпс и жестких мобов как бы и красивая локация тут больше ничего не вижу пишите свои мысли и обновлений об игре линейдж 2 мобайл и что вы будете делать дальше играть или забивать на игру очень интересно узнать ваши мысли с вами был разы всем до новых встреч а и и и